Помните, совсем недавно мы делали обзор на новый Redmi Note 9S? Сегодня продолжим вас знакомить с новинками линейки Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Сравним их между собой и с тем самым Redmi Note 9S. Лайк, подписка и поехали! Комплект поставки новинок идентичен. Смартфон, чехол, провод и блок быстрой зарядки. У Note 9 Pro он на 33 Вт, а у Note 9 22,5 Вт. Давайте посмотрим, чем отличаются модели внешне. Redmi Note 9 Pro чуть больше, чем Redmi Note 9. Слева находятся лотки под сим-карты. Обе модели поддерживают две сим-карты и карты памяти. Справа немного отличаются кнопки громкости и разблокировки. У Redmi Note 9 Pro в кнопку встроен датчик отпечатков пальцев, как и в Redmi Note 9S. А у Redmi Note 9 он размещен рядом с блоком камер. И раз уж об этом зашла речь, давайте посмотрим на скорость их срабатывания. Снизу и сверху все идентично. Инфракрасные датчики и микрофоны. Порты Type-C, динамики и входы джек для наушников. Экраны новинок защищают стекла Corning Gorilla Glass 5. Причем Xiaomi уже наклеила защитные пленки. Задняя панель Redmi Note 9 по заверениям производителя. Имеет нано-покрытие, защищающее смартфон от брызг. Сравним дисплеи. Челки нет, а вырезы под камеру по центру у Pro модели и слева в обычной версии. Оба IPS Full HD+. Размеры немного отличаются. У Note 9 Pro это 6,60 дюйма, а у Note 9 6,53. При прямом сравнении дисплеи не сильно отличаются друг от друга. Яркость идентичная, цветопередача естественная. В любом случае, если потребуется, можно немного построить под себя. Начинка Redmi Note 9 Pro, как и в Redmi Note 9S. Процессор Snapdragon 720G. За графику отвечает Adreno 628. А Note 9 работает на Mediatek Helio G85 в связке с видеочипом Mali 52. Варианты памяти устройств вы увидите на экране. Исходя из этих показателей, Pro версия будет более привлекательна для мобильных геймеров. При обычном использовании разница незначительная. Все работает плавно и быстро. Пора сравнить камеры. Главный блок обеих моделей состоит из 4 модулей, аналогичных в Note 9S. Основная широкоугольная, макро и сенсор глубины. Отличия в основных в макро модулях. У Redmi Note 9 Pro 64 и 5 мегапикселя, у Note 9 48 и 2 мегапикселя. Фото, сделанное на Note 9 Pro, более детализированное и сбалансированное по цветам. Но в целом, различия не глобальные. Сами снимки выходят достойные на обеих моделях. Примеры перед вами. Фронтальные камеры также немного отличаются. У Redmi Note 9 Pro 16 мегапикселей и у Note 9 13. Аккумуляторы смартфонов 5020 мАч. Отличный показатель. В совокупности с быстрой зарядкой можно быть всегда уверенным в доступности своего гаджета. Вы просили и Xiaomi услышали. В обеих моделях есть модуль NFC для бесконтактных платежей. Важный функционал, ставший в последнее время особенно актуальным. Подытожим. Обновление линейки Redmi Note получилось интересным. Для тех, кто хочет игровой процессор и камеру, подойдет Redmi Note 9 Pro. А для тех, кто не играет и не гонится за количество мегапикселей, подойдет Redmi Note 9. Но вне зависимости от того, что будет выбрано, вы получите отличный дисплей, емкий аккумулятор, NFC и стильный дизайн. Купить смартфоны можно в магазинах X-Store и на сайте X-Store.net. Увидимся в следующих обзорах. Ставь лайк и подписывайся, чтобы узнать о них первым. Субтитры подогнал «Симон»!